Уважаемые друзья, записываю это видео в 9 часов вечера, 29 февраля, до наступления весны, остается всего лишь 3 часа, прямо не верится. Я помню, совсем недавно мы еще снимали видео в конце августа вместе с моей мамой в Муштаиде, и мы там, помните, на этом паровозике в детском поезде сидели там в вагончиках, что-то вспоминали, рассказывали и сожалели о том, что прошло уже последний день лета, прошло лето, впереди осень, зима, холод, и вот не успели оглянуться, все как в народном творчестве, и наступила уже весна, наступает. Всем хочу, прежде всего, пожелать здоровья, мира, радости, удачи, успехов, чтобы эта весна принесла бы всем хорошие новости, вести, прежде всего, в дома, в семьи, где бы вы ни находились, где бы вы ни жили, благодарю вас за то, что всегда с теплом отзываетесь в своих воспоминаниях о Грузии, о Тбилиси, потому что именно с этим городом связана большая часть жизни наших зрителей, которую они вспоминают очень позитивно и с большой любовью. И вот как раз метро 300 Рогвинцев, но я сейчас спускаюсь вниз на проспект Царицы Кетеваны, и пройдусь немножечко по проспекту, по бывшей улице Шаумиана, для того, чтобы дойти до машины. Я-то давно сошел, еще не было темно, только темнело, были какие-то мелкие-мелкие дела, а потом, то есть я вошел в традиционный мой поход в аптеку, где все очень медленно происходит, потому что эти дамы, которые сидят у этих стоек фармацевты, они очень так внимательно, пока все это выпишется, пока все это по программе там просчитается, потом у них эти скидки, потом они заходят туда, пропадают у себя, вот в этой комнате складской, где все эти лекарства у них разложены, потом они это выносят, потом они сравнивают с тем, что на кассе, и только после этого они, значит, уже все это выдают. Вот как раз вот приехали мусор. Вот, видите, очень интересно, здесь картина такая, вот так вот у нас вывозят мусор, дорогие друзья, называются такие смарт-урны, они, значит, не видны, и все это под землей находятся, вот так вот поднимают, вот так вот очень интересно, вот это все, вот так вот, смотрите, выносятся, вот, и потом опорожняется уже мусоровоз, ну вот на поверхности, зато вот этого всего не видно, видны вот эти вот блестящие, красивые урны. Сама по себе задумка, конечно, уже неплохая, но вся проблема в том, что они тоже где-то уже вышли из строя, из-за такого не очень бережного отношения к ним. Но я все-таки думаю, что в больших таких жилых кварталах это не очень практично, от той простой причине, что все равно это долго не продержится, хотя, как говорят, это очень такое для города дорогое удовольствие. Вот здесь у нас рояль в кустах, здесь, по-моему, отель где-то, да, и вот такой вот рояль установлен, да, не в кустах, но тем не менее. Здесь новостройки, вот это вот новые дома, которые отстояли здесь тоже, идет обновление района, вместо вот этих старых ветхих дворов, которые рассыпаются и осыпаются, уже вот появляются такие совершенно новые строения. Здесь будет отель. Вот летом, кстати, я снимал это место, и там здесь еще ничего не было, только заливали фундамент. А здесь вот уже и магазины, и аптеки появились. Появились, я думаю, что вот и это тоже со временем верут, вот эти вот казармообразные здания, да, вот на что они похожи, смотрите. И на проспекте, я думаю, построят здесь что-то более красивое, достойное и эффектное, нежели вот эти вот совершенно страшные землянки, фактически, которые абсолютно ничего визуально позитивного городу не дадут. Я вообще считаю, что должно было проходить строительство несколько в ином ключе. Нужно было построить один-два дома, и вот так вот постепенно расселять людей, чтобы они бы не ждали бы по 3-4 года, пока завершится строительство их корпуса, а прямо перешли бы, тогда бы уже у них и настрой был бы другой, и эмоции. Потому что когда приходит часто застройщик в тот или иной район, многие, естественно, отказываются. Вот посмотрите, ситуация, там живет пожилой человек, да, дети, может быть, даже в загранице, может быть, в другом месте живут. И застройщик предлагает перейти в новый дом, который построят через 3-4 года. Этот пожилой человек должен куда-то перейти на квартиру из своего собственного дома, где всю жизнь прожил. Там он рушится, не рушится, ему уже все равно. Потому что сам этот человек уже еле дышит. И ему предлагают превратиться фактически в какого-то бездомного. А потом этому пожилому человеку говорят, знаешь, что мы тебе даем там черный каркас, белый каркас или зеленый, не имеет значения, но ты вот сейчас сам иди делай ремонт. Ты на какого черта мне делать ремонт, да, в таком возрасте, если еще там за 70? Это некоторые уже и после 50 людей способны. Тем более, такие у нас сложности бывают часто со строительством, с застройщиками, которые там обманывают, исчезают, пропадают. Рабочих вот этих малярных и малярных работы, столярные, там, сантехника. Это же трагедия найти нормального специалиста. Или ничего не умеют, только перевозят материалы. Или же, если умеют, заламывают страшные цены, которые, естественно, людям не по зубам. Вот такой у нас обзор, такая прогулка, дорогие друзья. И так до лета остается... Ха-ха! Я и Бог, чтобы до лета бы мы бы с вами о лете бы говорили, но весны остается совсем чуть-чуть. Всем хорошего настроения весеннего, радости, удачи и благополучия. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok